Привет всем, кто когда-либо дарил мне духи, спасибо. Я сейчас буду делать обзор коллекции парфюмерии, которая у меня на данный момент есть, потому что было два запроса от двух разных людей. И как бы я кого-то помню, кто мне дарил духи, кого-то не помню. Я боюсь перепутать, поэтому, чтобы никого не обидеть, я просто не буду называть, кто что дарил, ладно, но вы можете в комментах, в личное сообщение или ещё куда-нибудь написать, Лёля, ты беспамятная фря, это я тебе дарила. Какие-то я реально помню от кого, но если я буду говорить, что вот это вот от того-то, а про вот это ничего не скажу, а это от кого-то другого, это же будет не очень камельфо, поэтому начнём. У меня тут есть духи, есть одна штуковина. Это как бы не духи, но я считаю её духами. Это Avon Naturals, сточный гранат и манго. Какой любитель написал жёлтым цветом на белом фоне, ни хрена не видно. Ну, короче, лосьон-спрей для тела, освежающий, 100 мл. Он мне нравится. Он вкусно пахнет. Да, кстати, если я буду нюхать каждые духи, то у меня снова будет мигрень. Ты же не хочешь, зритель, чтобы у меня снова пришла мигрень, она у меня только недавно закончилась. Просто я всё равно все-все-все не смогу передать ароматы, как я их воспринимаю. Но у меня же большинство ароматов уже по 500 раз, ну, меньше, конечно, было в кадре и обозревалось, и какие-то ты уже наизусть знаешь. А если не знаешь, ну, загугли, пожалуйста, в поиск. Я понимаю, что ты ждёшь какого-то суперобзора. Но я не парфюм-блогер, я просто блогер. Абсолютно. Абсолютный блогер. Всех-всех-всех практически тем. Короче, Avon Soft Mask. Ну, какие-то я понюхаю. По-моему, они немножко тяжеловатые на холодное время года. Розовенькие такие. Avon Soft Mask. У-у-у, снято, Стив Роше. Какие-то я покупала сама, я помню об этом. Поэтому вот эти, хотя нет, эти мне подарили. Но такие у меня тоже были. Вот же я фря такая. Я растяпа. Я перепутала. У меня такие были, они закончились. Это вербена. Этот человек поделился со мной своей коллекцией. Спасибо. У меня просто другие есть. Которые я сама покупала. И они немножко еще есть. Это вот. Они похожи на флакончики. Я их перепутала. Да, с этого момента можно было бы нажать на паузу, перезаписать ролик. Но я не буду. У всех бывают странные моменты, да? Маленький конфуз. Короче, вот то, что у меня однажды было, потом оно закончилось. И мне его повторили. Мне он очень нравится. Оно, как бы такое. Оно мне напоминает карамельки дюшес. На лето хорошо. Хотя у меня бывают такие заходы парфюмерные. Я зимой или в какой-нибудь холод-холод прыскаюсь тем, что как бы лучше летом прыскаться. И вот скоро я к таким духам, которые обычно, мне кажется, летом идут у большинства людей. У меня внезапно осенью холодной, дождливой пошли. В общем, вербена, кейнская вода от Ифраше, она уже такая снятость конкретная. Такая тоже конкретная снятость. Зелёный чай за веб. Ифраше, кейнская вода. У меня таких вот было. И они в подарок приходили на заказ в своё время. Я с 2011 года с Ифраше общалась. Потом как-то у нас с ними. Но не любят Ифраше клиентов, которые долго-долго с ними при любых обстоятельствах ранее. Меня как-то так киданули, но я от них ушла. И, как бы сказала моя подруга, благословит их кое-кто и приветствует. Ну, пусть их благословит и Лерния. Короче говоря, тут зелёный чай. Такие летние хорошие духи. Вообще-то одеколончатая, сакейнская вода. Я в своё время их дофига покупала. Потом они шли дофига в подарок. Я всем, кому не лених, дарила. У меня одна из сестёр любит такой аромат. И я люблю. Ифраше. Те духи, которые я юзаю внезапно вот сейчас. Прямо сейчас я тут у меня такая слева по борту баррикада духов. Ну, горка такая. Не, можно было как-то по-другому, наверное, сесть. Но как-то вот у меня сейчас вот именно так получилось. Учитывая, что тут кошка скакала. Но внезапно она ускакала в коробочку из-под полочки, которую я показывала на телефон, когда снимала ролик. Это Avon Summer White Rio. Слушайте, такой крутой аромат. Я им, когда выхожу на улицу в последние дни, вот фыркаюсь. Сегодня им прыскалось. Очень такой офигенно вкусный. Вот прям вообще. Он мне что-то такое напоминает. Ифраше было. Какой-то такой компотик. Мне что-то я сейчас поняла, что тут ананасик, наверное, есть. Но я не знаю, на самом деле, там вы ноты в Avon гляньте, что там на самом деле. Может, там и нет никакого ананасика. Ну, в общем, вкусный такой. И вот он стопудово на лето, но он у меня пошёл вот в октябре в таком холодненьком, дождливом. У меня есть Summer White, который мне очень просто нравится. Мой вообще первый классический Summer White из всех Summer White чисто для меня. Он мой был, который вот я увидела, и он мне так понравился. Я в упор не помню, то ли мне его кто-то дарил, то ли это я ещё сама покупала, хрен знает. Summer White. Просто. Для меня Summer White, вот сам по себе, вот этот оригинал я называю. Оригинал в том плане, что вот он без всяких там вариаций, как вот жёлтенький, там ещё один у меня есть Summer White. Ещё какие-то были, какие-то мне не понравились. Я их кому-то заобменяла или задарила, уж не помню. Ну, не то, что не понравились. Стояли-стояли, вдруг поняла, что нанимаю какие-то. Вот мне очень нравятся. Есть Blue Light или Light Blue в Доча Габбана. Есть на Туреле, в Ифраше, к сожалению, она у меня закончилась, у меня уже нет на Туреле. Есть какой-то русский фирм, ну, хи русской какой-то фирмы, Light Kokain. И вот Summer White, они вот на одной линии, они друг с другом перекликаются. Немножко горчит такой свеженький, голубенький вообще, вот летний аромат супер. У меня на этих Summer White с голубой крышечкой было чёрт знает сколько. Я всё время покупала их. Один заканчивается, другой приобретаю. Так-с, рука потянулась. Я думала, я возьму ещё один Summer White вариацию, но у меня рука потянулась. К Солик Серпёр. Раньше я его терпеть не могла, он для меня был такой вот, ну, супер насыщенный. Прям до блевоты. А тут внезапно он нормально так раскрылся. Я ещё его когда получила в подарок, я так говорю, ну, блин, я ж вроде его не люблю, открыла. И мы с ним нашли друг друга, его случайно помада испачкала. Извини, духа. По-моему, это тоже какая-то снятость Ифраша. Я уж сто лет не была на сайте Ифраша, так что не знаю, может и не снятость. Если не снятость, дайте знать в комментариях. Лёля, ты в танке? Я всегда практически в танке. Это как бы... Он ещё не снятость. Так, то, что я помню, что я покупала их сама, от них тогда тащилась. И что-то тогда вроде как какие-то санкции против России были. Я подумала, если вдруг Ифраше перестанет продаваться в России, то я буду покупать вместо Ифрашевских духов аналоги Вейван. Потому что аромат один в один. Вот есть в Ифраше мои любимые духи. Двое первых духов, которые мне очень нравились. Это цветочная диско и флау-патти. И этот самый, как явность. Коммун. Короче, Эвиденс. Я забыла, как она там просто называется длинная. У меня два или три варианта их было. Ну, сейчас, по-моему, только два варианта осталось. Духи конкретно такие. Духи вот совсем масляные такие. И то ли туалетная вода, то ли парфюмерная вода. В общем, это Эйван Прима. Смотрите, сколько заюзно. Она очень стойкая. Я помню, тогда я ещё занималась Эйваном. Там было написано в каталоге, что она 8 часов держится на тебе. Но она держится на самом деле несколько дольше. Она очень такая насыщенная. Это парфюмерная вода. И надо было совсем чуть-чуть, чтобы и пахнуть, и держалась. И вот сток, она заюзана. И запах тот же. Пудровый. Очень похож на Common Evidence. Как явность от Ифраше. Я не знаю, выпускается она сейчас или нет. Есть у меня какие-то ещё вариации. Я просто давно уже Эйван не занимаюсь. У меня есть, конечно, каталог от подписчицы от Эйвана. Я обещала его за АСМР. Я постараюсь сделать. Это вот парфюмерия, АСМР и ещё книжный обзор. Это вот те ролики, которые я как бы обещала сделать в ближайшие дни. Но у меня тут всякое случилось. Ещё и миглинь была. Ну, что-то я сейчас решила внезапно записать в 10 вечера. Чего бы не записать видео. В общем, очень мне нравится этот аромат. У меня есть тут Каори Юдзу от Фаберлик. Ну, у Фаберлик они почему-то вроде русские, но они не придерживаются Поливанова. Они придерживаются почему-то Ромадзи. И у них это Юдзу звучит как Юзу. Юзу, Юзу, Юзу. Надмозги вы что ли? Не, мне кажется, если ты какая-то супер такая крутая фирма русская. Ну, любая какая-то супер крутая фирма. Прежде чем называть какие-то свои духи, выпендриваться. Типа я вот такой крутой, знаю японский. И я не крутой, я не знаю японский. Я уже 6 лет примерно пытаюсь учить. Я что-то уже могу читать по канди, что-то я понимаю, что-то у меня в голове крутится на японском. Я не могу вспомнить, что эта фраза обозначает. Да, я думать уже начала на японском. Иногда я даже сама себе не понимаю, о чём я думаю. Но как бы азы-то надо же знать. Мне кажется, если ты выпускаешь какие-то духи, Юзу Каори. Я знаю, что есть просто Каори у них в Фаберлике. Мне одна девица в своё время дарила эту Каори. Но как-то вот компот компотом ни о чём совершенно. Есть вот этот Каори Юзу вариация. Ну, посмотри ты, блин, в этом, в каком-нибудь словаре. Вот у меня есть такой большой словарь современных каких-то японских слов. Там чё только нет. Как правильно всё-таки читается? Ну, нет у них Зе просто вот в этом самом. У них есть Зе. Ну, короче, вот Каори Юзу. Я помню, когда мне его подарили, думаю, блин, компот компотом, нахрен мне эта штука. А потом однажды он у меня, то ли в прошлом году, то ли в этом году, он как-то так вкусненько раскрылся. Такой летний ароматик. В общем, вот оно у меня. Ну, как бы мне его подарили, он был, ладно, не будем плохо говорить о людях, о тех, о которых плохо уже, уже нечего плохо сказать. Короче говоря, человек, который это подарил, он, ну, не её духи, блин, она это так, там, где работала, оттуда и умыкнула. Вот эти умыкнутые тестовые духи мне достались. Вообще-то туалетная вода, по-моему, водопарфюм. Нет, или это парфюмерная вода. Парфюмерная вода, я думала всё время, что это туалетная вода, но они такие не особо стойкие. Короче, вот они у меня есть, фаберлик. Далёному коню зубы не бьют. Жалко зубы, или коня. Кстати, от одного и того же человека. Элизабет Арденн, зелёный чай, очень мне нравятся духи, это вот одни из первых духов, которые у меня были. У меня был Биг Мосс, мне мама подарила, и вот этот вот, Элизабет Арденн, зелёный чай. Потом я их покупала одно время на Азон, потом я их покупала на клубнике. У меня был даже, помню, наборчик, там гель для душа был, молочко такое с медовыми гранулами. И вот это дужки. Ну, это спрейчик вообще. Парфюмерная вода. Вода парфюмерная. Мне всё время казалось, что это просто туалетная вода, потому что они совершенно нестойкие. Ну, максимум часа на три хватает. Я, конечно, время особо не замечала. Вот, и фрашерские, оно потяжелее будет, чем вот это, более лёгкое. Ну, даже по цвету, смотрите, вот бледно-зелёный и тёмно-зелёный. И оно более стойкое. Так, юдзу, лежи в этой куче, чтобы я не путалась. Так, пурбланка, которая когда-то давно покупала им столько лет, столько они живут. Они всё ещё живы. Они всё ещё пахнут пурбланкой. Вы знаете, бывают, духи стоят, стоят, открываешь. Ещё даже год не прошёлся. У них срок годности, допустим, там три года написано, да, вот этот, по умолчанию. А они уже спиртом на вас воняют, а не чем-то другим. Или спиртом, а потом через какое-то время тем самым ароматом. Тот самый аромат ещё надо дождаться. А тут всё ещё та же самая пурбланка. Тут вроде какой-то остаток появился, или хрен знает. Тут флакончик такой, ну, как бы на пальчик. Не спрейчик, а вот так вот, на пальчик, не прескалка. Я даже помню, куда-то отливала меньше флакончик, чтобы удобнее было. Даже, по-моему, даже кому-то отливан делала. Они всё ещё живы. Тут 50 миллилитров. Пурбланка. Эйвен. Эйвен. Месмерез Блэк. Я помню, такие покупала, мне очень они нравились. А потом они на меня закончились, и человек, которому они не нравились, но они у неё были, она мне их отдала. Мама, спасибо тебе, человек. Я знаю, ты меня мониторишь. Я тоже иногда тебя подглядываю. Чисто так, прикола ради. Когда мне лучше совсем нечего делать. Польсти своему соболюбию. Я ж не говорю имя, да? Как мы договорились в самом начале ролика. Короче, хорошие такие духи, мне нравятся. Нравятся они на холодное время года. Что-то я как-то дыхнула так, что у меня они пошли не тем местным. Не оттуда. Вот этот. Саммер Вайт Санрайз. Ванилька. Очень вкусные, мне очень нравятся. У меня, по-моему, такие были. Потом они закончились. Потом мне кто-то их задарил. Честно? Я не очень помню, но мне кажется, именно так и было. Человек. Дай в камень ты знать. Лёля, ты совсем такая склеотичка в свои 37 лет. У нас сегодня была перепись в двух частях, слушайте, люди. Вот в одной части города была, в другой части города ещё не была. Такие интересные вопросы. Которые, ну как бы, переписи населения никак не свяны. И почему-то никто не предложил выбрать пункт человек или эльф. В последний раз, когда меня переписывали, я была на механке ещё с бабушкой. И какой-то там начало 2000-х годов переписывала моя соседка по дому, по другому подъезду. Мама моего одноклассника. Она почему-то не хотела вписывать меня, как эльфа. Вредина. Короче, Фаберли, Кофе, Эрик, Сенсуэль. Сначала они мне очень нравились. Потом они что-то у меня отторжение вызывали. Стоялись, ждали своего часа. Я чуть было с ними не рассталась. А потом я их понюхала. И они сказали, мы тебя любим. И я им тоже ответила тем же. Некоторые, видите, духи. Но я не говорю, какие ноты, чем они пахнут. Клёвые, короче, вот. Человек, который мне дарил такие духи, периодически мне присылает посылочки. Очень полезные. Мыльно-рыльные. А ещё я с этим человеком периодически общаюсь в чатике. И очень мне нравится. Человек мне периодически рецептики какие-то скидывает. Короче, человек, ты мне нравишься. И духи очень классные. Так. Это у нас Little Black Dress Weekend Avon. Нормально так пахнут. Чем не могу понять. Но такие крышечки для меня всегда раньше туго находили. Она, оказывается, снимается. Какие вообще. Я помню, просто была куча каких-то подобных Avon ароматов. Мне там кто-то дарил. От Avon присылали. Я помню их потом. То ли кто-то у меня их забирал. То ли кто-то выпрашивал. То ли кто-то не спрашивал. Но забирал. То ли я кому-то дарила. В общем, такие ароматы какие-то, они названиями только отличались. И там тоже какие-то подобные крышечки были. О, и Мари Эликсир. У меня там еще есть и Мари. Ну, оно где-то тут закидано. Мои любимые духи. Цветочная диска. Остатки было роскоши. Совсем-совсем чуть-чуть. Возможно, я их хотела обозреть в пустых баночках. Возможно, их даже обозревала в пустых баночках. Не помню. Но, короче, тут совсем чуть-чуть осталось. Оно еще может выпрыскаться. Даже когда они закончатся, я их оставлю как память. Потому что они дикая снятость. И, Фраше, вы такие сволочи. У вас столько таких крутых духов было. И вы все такое самое хорошее сняли. И выпускаете какое-то дерьмо. Я не знаю, я современные духи у них не нюхала. Но у меня был какой-то пробник. Какой-то типа туалетки. Знаете, слово «весна» в детстве как произносили. Если вы кушаете, то на минутку сделайте вид, что вы ничего не слышали. Не услышите сейчас. «Весна». Вот новые парфюмки и Фраше. Вот такая вот «весна». А вот это старая классика. Такие шикарные. У меня было похожее, но оно уже было в пустых баночках и закончилось. Мой Морган. Морган для тебя. Морган для той я его называла. Вот они похожи были с цветочным диском красненьким. Слушайте, я помню, Морган на клубнике покупала последний раз 235 рублей за те же долбанные 100 миллилитров. Тут я увидела, сколько они стоят на Озоне, 400 с чем-то тысячами. Меня так жаба задушила. Я понимаю, что где-то 7 тысяч с Ютуба 22 или 26 октября, где-то в этот период, получу. Но у меня есть какие-то другие планы. Я хочу кошке домик купить. Он где-то полторы тысячи стоит. Ну, где-то вот так. Или вот эту, какую-то кухеточку. Ну, такую фиговину. Короче, игровой комплекс. Где-то он стоит от 500 рублей до 2 тысяч. Где-то так в среднем. Ну, и дорожка, конечно, есть. Я хочу что-то себе купить. Еще что-то себе купить. Я боялась, что у меня дохрена духов. Я смотрю на этот мой Морган. Я его даже из закладок Сазон убрала. Люди, если кто-то решит, на меня повтыкал. Так, Лёля, ты такая клёвая. Тебе нравится мой Морган. Хочешь, я тебе его подарю или есть в коллекции. Вы мне пользуетесь. Welcome to hell. Я обозрю. Придам вам привет. И вам хорошо. И мне нормально. Нет. Только не надо мне писать. По-прошейке это те, кто у нас у одного магазина. Сидят вполне здоровые. Мужики как-то мне попались. А пытались у меня денег взять. Вообще. Я товарищу, по несчастью, позвонила. Он по скандейту позвонила. Поэтому по телеграмму пожаловалась. Поофигевала. Типа, что-то офигевает. В России это уже нормально. Не, почему-то только мужики всегда у девушек пытаются деньги отжать. Девушки у девушек мне пока не встречались. Надеюсь, не встретятся. Это у нас и фроши. Ну, блин, как тебя звать-то? Асмантус. Я ещё вспоминаю, блин, у меня же есть ещё где-то цветы асмантуса. Вот асмантус. Ну, цветы асмантуса, которые в чай кладут. У меня такое ощущение, что я очень быстро говорю. Ну, бывает, что я быстрее говорю. Если что, ставьте там на медленное какое-нибудь такое воспроизведение. В общем, и фроши. Асмантус. Когда-то сама покупала. Смотрите, сколько я заюзала. Вкусненькие такие. Это та самая серия ремиток натурель. У меня какие-то были, какие-то закончились. Я знаю, что у меня есть какие-то голубые овощи. Или, может, они уже закончились. Почему-то в России это называли лето какого-то там года. Потом есть... А может, уже не есть. Может, я их уже задарила, кому-то я не помню. Может, я отливан сделала. В общем, узнаем. В общем, какие-то у меня были, какие-то закончились, какие-то есть. Я не помню, кто это. Но это лимитка натурели фраше. Я на фрагрантике или фрагматике, ну, короче, на каком-то ароматическом сайте нашла чисто по вот это, по фотке. И каждый раз после таких обзоров парфюма нахожу, по фотке опознаю и понимаю, кто это на самом деле. Не буду прыскать её сейчас. Короче, кто-то из лимиток и фрашевской натурели. Потом и фрашевская натурель пошла вот эти её лимитки в каких-то других флакончиков. Видать, руководство у фрашеков сменилось, как всё время, сто пятьсот раз в Блинмаме. И там вот уже, ну, не было такого. Когда, знаете, подобный аромат выпускается в каких-то других флакончиков в форме, это уже не то. Линейка идёт, она должна идти именно такая, как пошла. Так, кстати, у меня самопальные духи во флакончике из-под лозы страстной любви и фраше. Тут роза была, роза такая вот, масляные такие духи. Чем они хоть пахнут ещё? Не поверю зрителям, они всё ещё пахнут розой. Самопальные духи, сделанные Люлей. Я помню, как-то по просьбе одной мадам делала ей, она замужем была, поэтому мадам. А я мадемуазель, потому что не замужем. Вот так. Короче, делала ей духи какие-то лавандовые. Мне так было обидно, когда она тоже блогерша была, есть, будет, есть. Мёдом не кормили, всё равно будет есть. Хотя, не знаю, она мёд есть или нет. Короче, одна блогерша, она даже не обозрела, мне так обидно было, думаю, она просила. Я специально там готовила, сделала вот это что-то такое, в таком красивом флакончике с цветочком. Цветочком таким был флакончик. Ну и, в общем, я думала, что она как-то скажет, я ей потом пишу, ну говорю, слушайте, тебе что-нибудь понравилось? Что понравилось? А почему ты, блин, не сказала, что вот тебе понравились духи, которые сделала Люля? Ё-моё! Они мне почему-то напоминают немножко Пур-Бланку. Так, эсэээ. Эйвон аттракцион Сенсациан. У Фаберлик, не Фаберлик, как его звать-то? У Арифлейма был когда-то в своё время очень классный такой флакончик кривой, красненький дивайн, он мне так нравился, я помню, к тётю пришла у неё, он был, значит. И она унюхала, она говорит, хочешь, отдам. И она мне отдала, по флакону там было, я так тащилась от них. А потом эти, хочется сказать ругательное слово, оно нематерное, но не особо умные люди из Арифлейма сняли эти духи с производства и больше не выпускали. А вот эти духи очень напоминают Эйвоновские. Те духи, ну, для меня лично, не только цветом, но ещё и ароматом. Тот дивайн. А это у нас Эйвон аттракцион Сенсациан. Я тоже долго не могла понять, я думала, эту фигню можно покрутить, а она просто, оказывается, снимается, её нельзя опустить. Она только поднимается, а вот так она не крутится. У меня прям мания какая-то, что-то покрутить, да? Вот, они хорошие, концентрированные, стойкие. Ну, вот я столько заюзала их. Так, рука потянулась. Summer White Paradise. По-моему, они персиком пахнут. Вот. Эйвон. Summer White Paradise Эйвонов. У меня тут трое Эйвонов. Нет. У меня тут четверо Эйвонов. Где-то тут. Жёлтенькие, здесь и сюда. У меня, помню, были оранжевые, но что-то у меня как-то для меня не были тяжёлые. На какой-то момент я когда... Ну, не то, чтобы стоять, жрать не просят, но пришёл человек и сказал... Ну, знаете, такие бывают люди, которые вас напят, а у вас в этот момент неправильная реальность. И вы согласны на всё, лишь бы от вас отсыпались. Лишь бы не ругаться. Ну, и, в общем, отжал у меня оранжевую крышечку, выдал это, будто я сама ей втюхала. Знаешь, так вот, зритель приходит к тебе, человек, а ты, ну, возьми, 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 вот эти силы прям даю, возьми. Сейчас. А ещё были зелёные, они как-то вот шли-шли, а потом не очень пошли. И, в общем, как-то я их, по-моему, тогда... То ли в поменяшке, то ли не в поменяшке, то ли просто человек мне оплатил доставку какие-то за символическую цену. Я их в прошлом, что ли, году, уж не помню. В общем, как-то послала куда-то. Вот у меня четыре Саммера. Персиковая крышечка, жёлтенькая, прям ананасик. Голубенькая, фиолетовая, да, фиолетовая, но она такая ближе к сиреневому. Прям ванилька-ванилька. Эйвен Месмирайс Мистикамбре. Прикольная. Это я сама покупала, это я помню. Утро в саду, цветок розы и фраше, уже снятость. Моноаромат. Роза-роза. Знаете, такая роза в чёрном чае. Вот бывает чёрный чай с розой. Или пуэр с розой. Вот такой же. По вкусу такой... Ну, в смысле, чай по вкусу такой же, как тут по запаху. Так, мне тут в своё время подарили лимиточек и фрашеевских. Это у нас, по-моему, карамельное яблоко. Они уже глубокие снятости, давно просроченные. Но вот на такие... Мне вообще, как бы, я считаю, что у духов нет срока годности, если они нормально хранились. Если они хранились на каком-нибудь диком солнечном свете и выцвели, и уже воняют каким-нибудь спиртом, то да, уже всё. Имитированная коллекция «Карамельное яблоко». Туалетная вода. Вот, прокиньте, у него срок годности до августа 2018 года. Это, значит, минус три года. Это, по-моему, лимитка 2015 года была. Вкусненькая такая. Я помню, мне у них гелики для душа нравились этот в призерной турках. От этих вот перфюмок. Так. И Мари Фантазия Эйвон. Это Мэри Кэй. Но тут так мелко написано, что я вообще хозачу это. Мэри Кэй. Минечка такая. Какие-то русские безымянные духи, моноаромат, сирень. И Мари Корсет Эйвон. Фиолетовые духи Far Away Rebel от Эйвон. У них и запах-то такой фиолетовый. Тяжёленький вот сейчас вот. Я его нюхала, сейчас он, ну... Как бы его было бы похолоднее, он бы пошёл. А сейчас он немножко тяжёленький. У меня вообще такое ощущение, будто я его заявляла. На октябрь этого года на свою парфюмерию. Склеротичка она вообще не помнит ни хрена. Так. Ванилла. Ваниль. 20 миллилитров. Тоже лимитка. Это новогодняя какая-то. Пардон. Ваниль и фраше. Офигенная ваниль такая. Знаете, вот ванильное что-то... Спиртовое, ванильное. Сладкое такое. Так, это у нас кто? Это у нас груша в карамели. Плезирная тур коллекция. Карамельная груша. Туалетная вода 100 миллилитров. У неё срок закончился в 17-м году. Она, по-моему, раньше выходила, чем яблоко. Но там были какие-то парфюмки у ифраше. Не знаю, как парфюмки. Вот гелики были, лимитки. Часто повторялись. А карамельная груша и карамельное яблоко. Очень вкусная, кстати. Бах! Вот. Ифрашеевская лимитка. Красненький. Flame Incadensens. Я помню, мне очень нравились оранжевые Incadensens. Потом мне как-то он, ну, вообще отвратило от него. Потом у меня были какие-то Incadensens, но они что-то не пошли. У меня был, по-моему, синий Incadensens. Что-то он для меня как-то тяжеловатым стал. И такой вот жемчужный Incadensens для меня. Он вообще очень тяжеловатый был. Хотя сначала пошёл. А вот этот как-то нормально остался. Прижился. Но я заметила, у меня бывает так. Какие-то духи долго стоят. И вот, ну, не идут, не идут. И если их никому всё-таки не отдать, то в какой-то момент они нормально пойдут. Если они до этого нормально шли. А бывает, вот, если отдала, то уже хрен знает. Я уж не помню, как оно было. Так. Надеюсь, им хорошо, у тех новых хозяев. Тут какие-то самопальные духи имени меня. Моя в группе травника есть где-то пост с фотками этих духов. Что-то такое сладкое, не могу сообразить. Чё это? Ещё и липкое. Так. У меня тут, смотри-ка, зрители, оказывается, есть ещё один. Такой вот. Софтмаск. Софтмаск силки. Шёлковый софтмаск. Эйвен. Розовенький просто софтмаск. А вот этот жёлтенький. Ну, такой, не то чтобы жёлтенький. Ну, как зелёный чай, допустим. Даже нет, не зелёный чай, вот жёлтый, скорее всего, чай. Белый чай. Жёлтый чай немножко более такой по цвету. Да, вот как белый чай, скажем так. Самопальные духи имени меня. Мои самые первые духи там в составе этих эфирных масел совершенно не было корицы. Но соседались они так, что меня все, кому не лень его, нюхали и говорили, корица. Корица, ёшкин кот, вообще. Как оно так получилось, непонятно. Вот сами по себе эти ароматы, они пахли, вот каждый по-своему. Ну, там не было корицы вообще, там ваниль была, ещё что-то, роза была и что-то ещё. И вот они, каждый пахут именно так, как назывался. А вместе они дали корицу. Самопальные духи, имени лёльки масляные. Так, это чё такое? Вот я говорю, ещё у меня есть какой-то. Я не помню, кто это. Лимитка натурели фраше. Кто, не знаю. Может быть, это, там, какое-то... Может, те были голубые овощи, может, эти голубые овощи. Блю Вежиталь. Может, это... Нитропики, Нитропики. Там у них какое-то название было с этими, с тропиками, как-то так. С реально, может, даже Нитропики, но ассоциация, ближе к тропикам. Вот это вот. Фиг знает. У меня есть косметичка, и вот она к каким-то из этих духов подходила. Из этих лимиток натурели. Но какая из них? Сказала, в общем, лимитка натурели фраше кто-то. Мя-мя-мя-мя-мя. Я помню, кажется, я сама их покупала последний раз, когда была... Ну, не совсем последний раз. Когда была, короче... Последний раз, когда общалась с одной мадамом в Ярике, а вместе заходили и фраше, я купила себе тогда там наборчик был. Там маленький гелик, кажется, был или что-то в этом роде. И вот этот 30 миллилитров свой эликсир Буассенсуэль и фраше. Там мадама такая ещё была. Знаете, вот у неё финансовое положение намного круче моего. Тогда была и сейчас. Но как-то вот я могла себе позволить то, что мне хочется. А она ждала, когда есть небо кто-то выдаст это. Ну, каждому своё, да. Они сочетают в себе снятости и рис нуар, и фраше. Они сочетают в себе снятости чёрную ваниль и фраше. Они сочетают в себе просто эликсир. Вот эти три аромата в одном. Там все три ноты ощущаются. Так, это какая-то самопальная фигня имени меня. Во флакончике от Ифраше Амбровой Вуали. Я даже открывать не буду. Потому что я не помню всё равно. Ну, я, конечно, может, понюхаю и пойму, что это. И ещё какая-то самопальная фигня имени меня. Во флакончике от Бекмос. Вот люди, слушайте, а Бекмос ещё вообще продают? Или они сейчас столько дофига стоят, что вообще не укупишь? Так, ещё. Я сейчас пока показываю флакончики без коробочек. Там ещё будут коробочки. Так. Эвиденс. Коммун эвиденс. Лимитированная коллекция. Это какой-то там 25 лет, что ли, этим духом было. Или ещё что-то уж не помню. Или 25 лет было. Ифраше в России. Тут алмазная огранка. Такая вот. Ну, бывает обычно такая огранка на золоте. Или на серебре такие вот. Украшения на кольцах. Вот у меня такие кольца есть там. Блин, я так давно что-то кольца не носила. Браслетик у меня есть, который мне дарили родственники. На 35, что ли, лет или на 30, я уж не помню. Там камушки такие. И гранатики, ещё что-то. Серебряные. И он у меня пару раз ломался. Надо будет, наверное, снести в ремонт. Может, в октябре или в ноябре. Раньше было ремонт. Серебряное колечко маленькое вставить, закрутить. 50 рублей. Потом, помню, года 2 или 3 назад было 100 рублей. Я сейчас уже не знаю, сколько у нас стоит там в бирюзе. В общем, вот. Даже если это туалетная вода, она очень-очень стойкая. На трое суток хватает вообще. Даже если душ принимаешь, но всё равно он тебе остаётся. Кстати, после душа у неё аромат такой унисексовый начинает. Ну, становится вот именно у этого. Ну, не только у этого варианта, но ещё вот тот, который ещё покажу. У них унисексовый аромат становится после душа. Их на трое суток хватает. А если вот на шарфик приснуть или на какую-то шмотку, и оно целый месяц ещё на тебе будет. Ну, ощущаться этот аромат пока не постираешь. Иногда и постираешь всё равно ощущаться. И вот духи. Была у меня одна знакомая, чтобы она чихала и кала. Ну, по традиции в России считается, что тебя вспоминают. Ну, если ты и каждый из тебя кто-то вспоминает. Да, в Азии, если тебя кто-то вспоминает, то ты внезапно чихаешь. Один раз так чихнёшь. Непростудно просто чихаешь. Так вот. Она что-то с ними сделала. И они, в общем, перестали функционировать так, как надо. Что вот нажмёшь, и оно преснёт. Нажмёшь, и оно преснёт. Ещё так сделаешь, что оно вот снимается теперь. И чтобы на себя выпрыскать, надо вот как-то пытаться отсюда выдавить. Ну, как бы получается, но всё равно уже неудобно. Это Экстракт Де Парфюм, Камюн Эвиденс и Фроше. Их, по-моему, уже не выпускают именно в таком формате. Не очень концентрированные. Вот тут реально достаточно одной капельки репшика. Вообще вот всё. Хотя и этих-то, в принципе, по сути, достаточно капельки или пшика. Но те самые духи, которых я могу на себя дофига вылить. Но даже я их уже ощущаю на себе. То бишь, реально надо только один пшик. Очень концентрированные, очень классные, очень долго держатся. В общем, как я говорила уже, что это двое моих единственных... Ну, первые мои духи, это были цветочная диска и Каменд Эвиденс и Фроше, которые я сама себе покупала первый раз. Именно те, которые мне очень понравились. Я помню, Каменд Эвиденс, немножко другой флакон, был в подарках какой-то... Года два он шёл в подарках за заказ. Постоянно. В своё время у меня его дофига было. Сама юзала, юзала, юзала. Нас только, девчонка одна, с которой... Ну, как бы мне с ней интересно было, хоть у нас такая компания была девчачья. Я хотела как-то в деревне Мукбак на эту тему замутить. Ну, в общем, однажды всё-таки его замутю. Если у меня настроение будет, в общем, я сделаю этот Мукбак на эту тему девчачьей компании. Когда один секрет на всех. И вот у нас с ней... На тот момент, как бы, мне с ней было очень комфортно общаться. Хотя мы с ней дофига разные были. Я ей, помню, подарила их просто. Ну, как бы... У меня на тот момент финансовое положение было намного выше, чем у неё. Хотя у меня финансовое положение было намного ниже, чем, допустим, у той девицы, с которой я общалась долгое-долгое время. И она из другого города. Допустим, та, которая вот эту хрень сломала. Шопты чихала и кала. И понимала, что это я тебя вспоминаю, козу такую. Короче, это... И я ей просто, помню, подарила. Ну, как бы... Ну, я вообще добрая до хрена. Так. Несколько нот любви и фраше. Да, несколько нот любви. Потому что мне почему-то параллель проходит с соды страстной любви. Но там немножко аромат всё-таки более другой. А этот перекликается, кстати, с эликсир бластенцель и с эликсир пюрпл. Есть что-то общее у них. Так. Что у меня тут? О, нероли. Секрет де санс. Снятость. У меня была маленькая нероли. А есть ещё большая нероли. 50 миллилитров целых. Она у меня перекликается со снятостями, которые у меня уже отсутствуют в коллекции духов. Это вот был в эфраше такой... По-моему, они... Да, у меня их уже нету. Я смотрю, они закончились, видимо, когда-то. Цветок вишни. Утро в саду. Потом цветок апельсина. Тоже утро в саду. Это они похожи. Вот такая маленькая горчинка. Вот что-то общее у них есть. Обалденный аромат. Мне кажется, он на любое время года. Так, и сейчас у нас, наверное, всё-таки пойдут уже коробочки. А. Имари! Ещё один. У меня что, 4 имари-то, что ли? Имари, у меня вот сколько вообще нафиг, блин? Имари. Имари. Блин. Тут такая баррикада, что хрен знает. Два тут было имари. Или три имари. Я, конечно, потом на монтаже замечу, если не забуду. Или всё-таки два имари. Ах, эзэ. Люди, кто более, этот, внимательный? Дайте знать в комментах, сколько имари. И имари сам по себе. Вот сам по себе имари. Первый раз я тогда с одной девчонкой в поменяшке сыграла. Точнее, я не помню уже, что. То ли я ей что-то посылала. Да, наверное, она мне послала тогда, что у нас был с ней какой-то обмен. Я тогда ещё играла в эти поменяшки. Хотя нахрен вообще эти поменяшки, как бы это, ну... Иногда бывало, что когда в мешке тебе присылали, то что вообще не надо нафиг. Короче, да, вот, ну, период был. Я думаю, у многих блогеров, кто хоть чуть-чуть там как-то так же, как я слегка с бьюти связана, тот с красотой и здоровьем. С косметикой, короче, хоть чуть-чуть связана. Но у них был этот период поменяшек. И я первый раз унюхала этой имари от Эйвен. Мне он так понравился. А потом мне одна моя любимая подписчица, если не путаю, по-моему, она задарила этот имари. Вообще, по-моему, практически все имари от неё были. Ну, может быть, какой-то имари не от неё. Так, дальше пошло дело. Чё-то мне кажется, что я пару каких-то духов где-то просрала. Или у меня просто... А, нет, у меня одни закончились. Они, возможно, будут в пустых баночках. Лёля сказала, просрала вообще-то. Это у нас... Чё-то я как-то так достала. Зверские. Неверхайд для неё. Вот такерн. Вроде какой-то финн. Вот честно, не помню. Вот честно, я сейчас его нюхаю. У меня ощущение, будто это... Эйвеновская пурбланка и Эйвеновский пюр. Вообще один в один. Кто кого косплеил, а ну, признавайтесь. Это со мной, с моей коллекцией человек поделится. Блин. Суйся уже. Вот она. Так. Масляные духи. Харамайн. Миллион. Пюр парфюм. Алхарамайн. У меня такое ощущение, будто этот алхарамайн делал лает финики, финиковый сахар, финики, которые... А у меня чё я торможу? У меня же тут телефон, я могу глянуть, как это выглядит. Так, урок. Мне тут напоминание отложить на 15 минут. Я как раз, наверное, этот обзор допилю. Вот реально, такое ощущение, будто одна фирма производит эти финиковый сахар и духи. Грузись, животное. А нет, тут Албаракан. Разная. Но похожая. Тоже одно, это Рамский Эмират или что-то в этом роде. Тут, короче, масляные духи. Человек, что дарил мне, оказался, сидел на форуме Насиков и чё-то мы с ней на этой теме. Ну, в общем, она не поняла моего офигения на эту тему. И мы с ней как-то разошлись во мнениях. Но некоторые подписчики вообще как-то не догоняют, что они от меня ждут. Они меня сначала чё-то на обзор присылают, а потом вдруг так начинают хаитить меня. Сразу что ли не поняли, что мне интересно было. Ну, и вот конкретно такие масляные духи, вот аромат как бы на себе практически не ощущаешь. Они мне вот из серии, как вот мне человек задарил духи, которые уже закончились, и они были в этом самом. Йодзи Ямамото, почему-то он пишется через Йох, хотя википье говорит, что он Йодзи Ямамото. Короче, Йодзи Ямамото, по-моему, так и называлось Йодзи Ямамото, он у меня ассоциировался с Анисом Ямамото. Ямамото Анис из Бородёна Кис, поцелуй принцессы Рос из мангия, которую я в деревне читала. По-моему, в последний свой приезд, или в предпоследний летом, короче. И вот этот Йодзи Ямамото очень похож по ощущениям на эти духи, вот так же как бы прыскаешь, на тебе их никто не ощущает. Никто тебе не говорит, а чем-то таким навонялось, натушилось. А на руку, нос к носу поднесёшь и ощущаешь их на себе. Вот тут такой же подобный вариант. А что-то они у меня стоят, жрать не просят, и как-то всё ещё стоят. Так, это у нас Дольче Вита Диор. Человеки делились со мной своей коллекцией. Прикольный такой жёлтый флакончик. Сейчас я соображу, как его вскрыть. Тут что-то он, блин, вечно... А, вот он, он как-то крутится-крутится, я пока соображаю. Во, защёлкивается. Жёлтенький флакончик жёлтенького ароматика. Как бы тебя тут закрыть-то? Дольче Вита от Диор. У меня есть очечник от Диор. Он такой древний, он до сих пор ещё живой. Он там, его не достать. И Пойзен, Пюр Пойзен, тоже от Диор. От разных человеков. Ну, по-моему, они похожи. Ну, нет, не совсем, но тоже такой вот. Как бутончик такой. Всё, кверху перевернуть. Приятненький такой ароматик. Причём, мне кажется, он в разные моменты ощущается то, вот прям тяжёлый-тяжёлый, то прям такой-такой хороший-хороший. Ну, в смысле, лёгкий-лёгкий. Фиолетовый такой. Так, и тут немножко осталось зритель. Потерпи ещё чутка. У меня уже даже камера слегка разрядится стала. Тут у нас Сальвадор Дали, баба с розовой башкой. Ну, в смысле, женщина с головой из роз. Чего тебе скучно? Кошка тут у меня шизеет. Она поняла, что я тут долго-долго что-то в камеру втираю на неё, на внимание. И ещё один. Это Лагуна. Тоже Сальвадор Дали. Сальвадор Дали, Сальвадор Дали. Лагуна, опхи. У меня ещё какой-то Сальвадор Дали был, от того же человека. Но у меня что-то я как-то их не поняла. У меня близкий родственник страдал. Я говорю, понравится, забирай. И понравились. Так, и у меня тут Эрис Нуар. Минечка. Дикая снятость. Эрис Нуар. Прям любовь-любовь. У Эйвен есть гель для душа, нежная любовь Парижа. И там вот есть такие нотки, которые напоминают вот этот Эрис Нуар. Вообще. Не знаю, видно было, кушку, или нет. Но она сейчас вот так вот прыгнула тут. Мимо камеры. Но сейчас её видно. Короче, вот такая у меня парфюмерия. Я сейчас даже камеру потом вот передвину и покажу просто, как оно выглядит. И в камеру с тобой... Ну, сейчас попрощаюсь. Вот по скрипту. На руке просто покажу эту горку. Я даже не знаю, сколько тут духов. Но у меня ещё одно время были пробники. Но от пробников, я подозреваю, уже нет. Потому что я их не обнаружила. Наверное, они закончились. Всем спасибо за просмотр. Почти пока. Ну и вот наш по скрипту. Тут не в один ряд, зритель. Да не думай. Тут под духами есть духи. Прям вот такой АСМР, да? Я сначала думала в АСМР записать. Но человек первый, который... Девушка, которая попросила обзор парфюмок, она не воспринимает АСМР. А второй человек, тоже девушка, попросившая обзор парфюмок, но ничего не сказала про АСМР. Поэтому я решила, что ну нафиг. АСМР я как-нибудь потом запишу. А потом у нас что-то было ещё на улице шумно. Хоть у меня есть пара микрофонов, которые как бы и этот-то не очень... Ну, если сесть нормально, то не уловит этот шум. Но меня-то как-то напрягало. Я решила просто записать. Духи. Сейчас некоторые вот так вот тут чуть-чуть в нос дают. И они перекликаются. И тут и реснуар в нос дают. И что-то вот тут из этого немножко тоже реснуарит. Ну что? Пока, те зрители. Не забудь поставить палец кверху. Продолжение следует...